Всем привет дорогие друзья, с вами снова Барин. Вот буквально на днях Старина Дач снял второе видео про свою коллекцию игр для PlayStation 2. Ну и соответственно я тоже решил подключиться и снять, скажем так, свое второе видео уже про свою коллекцию игр для PlayStation 2. Да, надо еще что сказать, так, пару умных слов, то есть вообще, честно говоря, с Дачи мы ведем прямо целые такие высокоинтеллектуальные беседы про искусство, литературу, кинематограф, видеоигры и самое главное музыку. Вот как приблизительно это происходит. Это концерт с Кафарина для ударных и рожковых. Очень хорошо, великолепно. Теперь ваша очередь. Кто дирижер? Хэмплхофер. Это его дирижерская палочка, тут не спутаешь, сверкает как шпага в солнечный полдень. Ну, а теперь возвращаемся к нашему видео. Вот. И, наверное, сначала мне хотелось показать то, что пришло мне буквально несколько дней назад от магазина PlayODT. Вот. И это, соответственно, у нас что получается? То есть оригинальный Nightfire. Значит, всегда хотел его в коллекцию, именно в таком издании. Вот. То есть здесь даже вот у нас есть этот каталог от Electronic Arts, что они так давно выпускали. Вот. И, в принципе, как вот, соответственно, Dash говорил, что мне, ну, собственно, так же, как и ему, не очень принципиально, там, Platinum издание, не Platinum, но, честно говоря, надо признаться, что на PlayStation 1 и 2 с Platinum есть некоторые особенности. То есть, допустим, на PlayStation 3 этого, слава богу, нет. Там уже как бы с этим проблему, что называется, догадались, решить наконец-то. А вот на 1 и 2 такая проблема есть. То есть посмотрите на принтовку, допустим, оригинального диска. И посмотрите, допустим, на принтовку вот этой серии Platinum. То есть здесь очень сильно экономили, видимо, на самой принтовке. Поэтому на такой поверхности очень легко остаются всякие там отпечатки пальцев, помарки, царапины и прочая, в общем-то, вещь, с которой, например, вот, допустим, оригинальное вот такое, скажем так, издание, в принципе, не столкнется. Вот. Поэтому, конечно, меня это удручает. Но, честно говоря, опять же говорю, я не такой, там, прям большой ценитель оригиналов. Но вот, например, для вот этой игры я, так скажем, опять же, сделал исключение. Вот. Ну, а мы идем дальше. То есть и следующее, это, можно так сказать, целая трилогия, в принципе, всех игр, которые выходили по Терминатору на PlayStation 2. Вот. Ну, честно говоря, вот, пришел мне как раз-таки Down of Fate. Я его пока только запустил просто проверить, как он работает. Немножечко поиграл там в обучающий курс, по-моему, даже прошел его. Вот. Единственное, что меня здесь удручило, почему-то в обучающем курсе вообще не звучало никакого. И какая музыка. То есть, хотя музыка в этой игре есть, я даже вот выкладывал ее саундтрек. В одном из пабликов ВКонтакте, как раз по музыке из видеоигр. Там, по гейморкестре или что-то еще. Но я в любом случае здесь скриншот поставлю. Вот. То есть, мы здесь играем за кого-то, либо из членов Сопротивления, либо, соответственно, за самого Джона Коннора. Что-то я так не очень понял. Вот. Но пока ничего про эту игру определенного сказать не могу. Соответственно, следующая игра — это Terminator Rise of the Machines. Вот как раз-таки по фильму игра прямая. Здесь самое, что интересно, Арнольд Шварценеггер разрешил использовать свою внешность и более того, сам себе озвучивал. Ну, это вот шутер от первого лица по мотивам фильма его, скажем так, расширяющий, дополняющий. Вот. Но пока мне что не понравилось, что нас на какие-то арены выпускают, где, скажем так, куча врагов. И пока мы их не убьем, мы, значит, по сюжету дальше не продвинемся. Вот. Что, конечно, порадовало, ну, соответственно, кроме, конечно, озвучки самого Арнольда Шварценеггера, это то, что, значит, здесь, если Terminator получает какой-то урон, у него с рук начинает слезать кожей. То есть, если у него все со здоровьем очень плохо, у него как раз-таки видны вот металлические руки. Но это пока все, что могу сказать. Прошел пока только первый уровень. Вот. И, конечно, следующая игра, это вот, которую как раз-таки Старина Дачи очень любил нахваливать, это, соответственно, Redemption. Вот. Но в него тоже поиграл совсем, в принципе, чуть-чуть. Вот. И пока какого-то мнения, опять же, об игре своего сформировать еще не могу. Вот. Соответственно, следующие игры, это две части Soul Calibur, а конкретно вторая и третья. Вот. И если про третью, допустим, я ничего определенного пока сказать не могу. Вот, смотрите, здесь у нас даже каталог этот. Нам, как там, по-моему, 50 лет, который аналогичный в этих... В текинах был. Вот. То, значит, как бы... Про, по крайней мере, вторую могу сказать, на самом деле, очень многое. По одной простой причине, что, как раз-таки, у меня она есть в цифровом виде на PlayStation 3. Вот. В том числе, скажем так, Soul Calibur 2 чем славился? Тем, что он выходил, в отличие от третьей части, на почти всех тогда актуальных консолях. То есть, на PlayStation 2, Xbox Origins и, соответственно, Nintendo GameCube. Вот. И на каждой из этих платформ был свой эксклюзивный боец. То есть, на GameCube это Link, на Xbox Origins это Spawn, а вот здесь, соответственно, в PlayStation 2 это был Хейхачи. И с Текина. Ну, то есть, честно говоря, на эту игру в свое время, по крайней мере, на третьем PlayStation, очень много человека часов потратил. И, честно говоря, рад, что она у меня появилась в физическом виде. Вот. Значит, следующая игра это, получается, Man in Black 2, соответственно, Alien Escape. То есть, игра, которая выходила ко второму фильму о людях в черном. Вот. То есть, пока ничего определенного сказать про нее не могу. Просто проверил ее, запустил. То есть, ну так, побегал немного. Вот. Но здесь, значит, в принципе, меня что уже смутило, что, значит, у нас Уилл Смит, то есть, агент J. Точнее, агент J не похож на Уилла Смита. Значит, агент K не похож на Томми Ли Джонса. И агент Z не похож на Рип Торна. Вот. Ну. Ну, в принципе, пока не знаю, что про нее сказать еще. Значит. Вот, как раз-таки, Alone in the Dark. Как раз, так скажем, его даунгрейд-версия для PlayStation 2. В принципе. То есть, есть он у меня, конечно, на PlayStation 3. При том, его такое расширенное более издание под названием Inferno. Вот. И я, конечно, считаю, что это была в свое время очень недооцененная игра в жанре survival horror. И, более того, это было, вот, скажем так, новое слово в этом жанре. Потому что многие геймплейные механики, они до сих пор нигде больше не воссозданы. То есть, ни в одной игре. Так что, чем она уникальна. Вот. Ну, единственное, что говорят, что PlayStation 2 версия, она такая более линейная. Потому что, все-таки, скажем так, как бы в версии для больших консолей ПК был, так скажем, такой относительный кусок, скажем так, открытого такого пространства, которое можно было исследовать. Ну, здесь, насколько я знаю, есть вот какие-то некоторые отличия по сюжету. Незначительные. И, соответственно, что я уже успел заметить, вот сюжетные все ролики, они именно взяты из, как раз-таки, старшей версии. Вот. Ну, собственно, это все, что ко мне пришло. А теперь мы пойдем к тому, что я не показал в прошлый раз. Ну, и, соответственно, первая такая игра, это The Operative No One Lives Forever. То есть, у меня в данном случае это немецкое издание. Вот. Но здесь, кстати, спокойно совершенно языки переключаются. То есть, есть выбор языков, и можно спокойно играть на английском. Вот. На немецком, кстати, я проверил. Очень весело играть именно как раз-таки в этом самом начале заданий в Восточной Германии, то есть в ГДР. Вот. Вот. Там действительно очень весело. Но, значит, в принципе, про эту игру относительно подробно я рассказывал уже в видео, которое я делал для FPS-нутого конкурса. То есть непревзойденная семерка. Вот. И здесь, пожалуй, только хотелось на некоторых таких, скажем так, деталях остановиться. Потому что чем отличалась, в общем-то, PS2-версия от ПК? Ну, собственно, во-первых, то, что она содержала весь дополнительный контент. Потому что было издание для ПК этой игры под названием Game of the E-Edition, где после титров была еще дополнительная миссия в Японии. Вот. То есть здесь она уже по умолчанию включена. Плюс ко всему есть такие эпизоды, это 9 лет назад, где объяснялось, как, соответственно, Кейт была воровкой по кличке Лиса и как она, соответственно, встретила Бруно. То есть здесь таких миссий только три, хотя изначально обещали их четыре. То есть вот последнюю миссию, где как раз-таки должен был за руку, соответственно, Бруно поймать Кейта, ее просто нету. То есть, видимо, не успели ее сделать, потому что, насколько я знаю, были какие-то проблемы с портированием этой игры на PlayStation 2. То есть она должна была выйти еще в 2001 году, но вышла в 2002 году как раз-таки к выходу второй части. Вот. Также теперь сохраняться, где попало, нельзя. То есть это теперь только можно делать, так скажем, в зонах подзагрузки. Вот. Потому что теперь все, как бы, вот эти уровни эпизоды миссии разбили на определенные зоны. Вот. Ну, поскольку, видимо, просто по-другому ее портировать было нельзя. Вот. Также, в принципе, нельзя себе выбирать снаряжение на миссии, что можно было делать в ПК-версии. То есть у нас ПК-версия в чем была и особенность, что были на миссиях какие-то места, в которые мы, допустим, не могли попасть из-за того, что у нас не было нужных гаджетов. И, то есть, после прохождения игры, вот уже когда у нас эти гаджеты в арсенале появлялись, мы могли, соответственно, эти миссии перепройти и найти какие-то секретные там недостающие документы. Вот. Здесь нас такой возможности лишили. Вот. Ну и, соответственно, также, как бы, поменялась музыка. То есть, если Гай Уилтмер писал, так скажем, музыку для ПК-версии, то есть саундтрек, понятное дело, большинство композиций отдельно от игры не слушалось. Вот. Но, тем не менее, саундтрек был динамичный. То есть, под каждую игровую ситуацию, там, скажем так, тема миссии могла меняться. То есть, было ее там какое-то амбинтово-спокойное состояние. Были там специальные композиции для этих кат-сцен. И, соответственно, были, допустим, композиции там экшоновые, или были композиции, как, значит, враги, допустим, Кейт заметили или подняли тревогу. Вот. И это очень хорошо, как бы, влияло на атмосферу. А здесь, соответственно, музыку писала композиторша. Я уже ее, честно говоря, имя не помню, но я напишу текст там снизу. Вот. Насколько я знаю, она еще участвовала и в записи саундтрека для ПК-версии, но туда ее композиции не вошли, но их издали отдельным диском. Вот. Значит, а здесь она уже была основным композитором. И, честно говоря, вот что удручает, то есть, вот какая мелодия играет на локации, так она, соответственно, играет. Да, это очень хороший такой, я бы сказал, джаз-рок или этно-джаз. Но он совершенно... Ну, местами даже и что-то вот такое серф-роковое тут есть. Вот. И он хорошо слушается отдельно от игры. Вот. Но, то есть, как бы, на атмосферу он как-то не влияет. То есть, вот в этом вопросе, конечно, музыка Гая Вилтмара была гораздо лучше. Вот. Ну, соответственно, мы идем дальше. Это вот Турек Эволюшн. То есть, в принципе, когда-то играл в него на ПК. На каком-то пиратском сборнике игр он у меня там был. Вот. Сейчас его, соответственно, взял себе в лицензии на PlayStation 2. Вот. Ну, и вообще, у меня, в принципе, почти все игры из вот этой серии Турек есть. Так что, в принципе, в коллекции, конечно, он не лишний. Вот. Вот такая игра. Это... Various Might and Magic. Это такой вот RPG. По вселенной. Как раз-таки Меча и Магии. Вот. Делала, как раз-таки, одна из моих любимых студий ее, Фридио. Вот. Так что, как бы, пока поигра в нее мало. Но очень рад, что у меня вот такой экшен-рпг есть в коллекции. Значит, Red Faction. То есть, в принципе, игра, в которую я с детства очень любил играть. Но так ее и не прошел. Здесь вот, кстати, такой очень красивый, толстый, цветной мануал. Вот. То есть, от старшей версии, но, опять же, только экранами под загрузки. Вот я заметил, что она отличается, потому что она еще тогда у нас и на ПК выходила. Вот. В принципе, в цифровом виде я ее себе купил. Насколько я помню, в Гоге она у меня есть на ПК. Есть у меня на PlayStation 3 моя цифровая версия. Вот именно вот эта же. И вот, конечно, хотелось очень себе ее на физическом носителе. И, наконец-то, я ее взял. Надеюсь, в этот раз, наконец-то, ее пройду. А, значит, соответственно, лицо со шрамом. То есть, это Scarface, The World is Your. То есть, игра является, так скажем, альтернативным продолжением фильма. Что было бы, если Тони Монтана не убили. Вот самое, что интересно, здесь как раз-таки Аль Пачино разрешил использовать свой образ. И, соответственно, был консультантом этой игры. Но единственное, что сам себя он не озвучивал. То есть, скажем так, за него это делал профессиональный пародист. Вот. Опять же, игра по фильму это Бешеные псы. Вот, честно говоря, этот фильм Квентина Тарантино, пожалуй, я, наверное, люблю как-то больше, чем все остальные его фильмы. То есть, кучу раз его пересматривал, особенно в переводе Дмитрия Пучкова, то есть, Гоблина. Вот, так скажем, более правильным. И даже читал его киносценарий, который местами отличался от, скажем, того, что мы получили в итоге. Вот. И самое, что интересно, в фильме не было самих сцен ограбления. Здесь они, в общем-то, все присутствуют в полном объеме. То есть, почти за каждого из персонажей нам дают поиграть. Вот. И при этом, кстати, в зависимости от того, какой стиль игры мы предпочитали. То есть, там, допустим, профессионала. Как раз-таки, там, психопата. Вот. Там и так далее. То есть, менялась и концовка. То есть, там, например, если мы играли за профессионала, допустим. То мистер Розовый с бриллиантами в конце умудрялся убежать от полицейских. Хитро очень. Если мы, значит, играли, допустим, слишком буйно, то там прям целые эти... Прям такие стрельбища начинались. Там перестрелки с полицией. И мистер Розовый старался, как возможно, просто больше народу убить. Вот. А, значит, если мы так себе играли, то нас именно ждала концовка, какая была в фильме. Что, ну, как раз-таки, за кадром было слышно, как мистер Розового в конце арестовывают. Вот. И, собственно, это именно мы и видели. Вот. Соответственно, следующая игра это Star Wars The Force Unleashed. То есть, в принципе, такой слэшер по Звездным Войнам, который хотел подружить трилогию приквелов и, соответственно, оригинальную трилогию. Значит, что, в принципе, меня здесь радовал. То есть, была, так скажем, вот эта даунгрейд версия и была, соответственно, более старшая версия. Но, соответственно, на PS3 она у меня есть. А вот такая версия была у меня только на PSP. Ну, и я, соответственно, для полноты картины купил ее и на PlayStation 2. То есть, я уже ее, скажем так, проходил на PSP. Сейчас хочу пройти ее на PlayStation 2. Значит, игра, которую Старина Дач хочет себе в коллекцию, это Gun. То есть, в принципе, сразу скажу, что это одна из лучших игр про Деки Запад, в которой я играл. Вот здесь, кстати, рекламочка True Crimes. То есть, это Neversoft ее делала, которая в основном там занималась Тони Хофф, Прускейт и Guitar Hero. Ну, вот иногда у них случались озарения, и вот одной из таких озарений стала эта игра. Конечно, она до жути короткая, но тут был именно сценарист фильма как раз-таки Маска Зора. То есть, он участвовал в создании этой игры, то есть, его сценарий полностью, и, в принципе, сама по себе, она и воспринимается как фильм, такой вот классический добротный вестерн. Вот, что, честно говоря, меня не может не радовать. Значит, следующая игра, это Obscure первой. Вот, и самое, что интересно, он у нас полностью на русском языке, то есть, первая и вторая части, они у нас издавались полностью локализованными. Вот тут видно, что, кстати, С1. Да, тут даже, кстати, Дмитрий Филимонов засветился как актер озвучки одного из персонажей. Вот. Ну, и, в принципе, надеюсь, когда-нибудь пройду этот Сурору Хоррор. Вот, то есть, как вы знаете, то есть, у меня, я уже об этом упоминал, с гоночками на PlayStation 2, как-то не завелось. То есть, у меня есть только игры каких-то смежных жанров, ну, вроде того же самого, там, допустим, GTA или вот Scarface, которые я показывал. Но как-то вот с классическими гонками как-то вот не очень. То есть, у меня они есть, там, на PlayStation, допустим, 1, на PSP, на PlayStation 3, соответственно, на PlayStation 4, там, на этот самый, и даже Nintendo 64. Но, вот, на PlayStation 2, действительно, с этим плохо. И вот, пока, единственная такая гонка у меня в коллекции, вот, аркадная, в принципе, очень веселая гонка, мне она очень нравится. Это, как раз-таки, OutRun 2006. Как раз-таки, cost to cost. Вот. В принципе, с удовольствием в нее играю, периодически. Ну, вот. Соответственно, следующая игра, очень такая, в свое время, недооцененная, это Tomb Raider Angel of Darkness. То есть, как известно, что она, соответственно, PlayStation 2, такая вот ее версия, была более полная. Ну, то есть, имеется в виду, что там, допустим, всякие приятные мелочи были. То есть, во-первых, она была более доделана. Во-вторых, там, допустим, в Париже мог идти дождь, в Праге, соответственно, как раз-таки, этот, шел снег, вот, чего, допустим, на ПК не было. Вот. И, в принципе, насколько я помню, всех, так скажем, более таких классических Tomb Raider'ов мне почему-то эта часть больше всего понравилась. Вот сейчас появилась возможность ее пройти на PlayStation 2. Значит, соответственно, история игрушек, как раз-таки большой побег. То есть, мультфильм, наверное, из всей квадрологии, история игрушек, понравился мне больше всех. И, в принципе, я его скупил на всем, чем только можно. То есть, у меня, ну, собственно, и сам диск мультфильмом есть, и, грубо говоря, есть, значит, это вот игра на PSP, есть, соответственно, на PlayStation 3, скажем так, старшая версия. И вот я себе на PlayStation 2 ее купил. И вот самое, что интересно, она у нас полностью тоже на русском языке локализована. Притом, здесь всех героев озвучили актеры русского дубляжа. Вот. Ну и, конечно, последняя игра на сегодня, это Beyond the Good and Evil. То есть, в принципе, есть он у меня и на ПК, я уже его показывал, есть он у меня и его HD-ремастер на PlayStation 3. И там, в основном, я в нее играю. Но вот захотелось мне еще ее себе и на PlayStation 2 взять. Да, иногда у меня вот такие странные аристократические желания возникают. Вот. Ну и, собственно, на сегодня это все, дорогие друзья. До новых встреч. И всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok